Девушки отдыхают Девушки отдыхают Главная мысль, которую я хочу донести ребятам, это то, что нужно не переставать верить. Жизнь всех нас любит, и если вы чего-то очень сильно захотите, то это обязательно сбудется. Главное не переставать мечтать. Отлично, тогда давайте пройдем. Всем привет! В эфире программа «Мне только спросить». Каждый раз ребята узнают все больше и больше интересных людей, знакомятся и общаются с ними. И сегодняшний день не исключение. Сегодня мы познакомимся поближе с англичанкой Краснодара Екатериной Белицкой. АПЛОДИСМЕНТЫ Екатерина Белицкая, блогер, ведет аккаунт в популярной молодежной среде социальной сети. Снимает видео в жанре пранк. Общается с жителями нашего города на английском языке. Снимает их реакцию. Имеет около 1 миллиона подписчиков. Юные журналисты изучили ваш ТикТок и готовы задавать вопросы. Пожалуйста, Полина. Что вы сначала хотели снимать в ТикТоке? Изначально я снимала музыкальные видео, каверы. И вообще я занимаюсь музыкой. Если вы обо мне что-то уже узнавали, то, скорее всего, вы видели то, что я пою. И раньше я снимала каверы. После чего, когда я поняла, что каверы не очень залетают в ТикТок, ну, лично мои, я стала снимать пранки. Но все-таки хочу продолжить снимать музыкальные видео чуть позже. Следующий вопрос у Элины. Как вам пришла идея разговаривать с людьми на английском языке? Я сидела с подругой в кафе. И резко, вот абсолютно резко мне пришла эта идея в голову. Рядом стоял мужчина, который снимал деньги с банкомата. Я ела роллы. И я такая говорю своей подруге, давай ты меня заснимешь. Я пойду к нему, подойду на английском, что-нибудь спрошу и посмотрим его реакцию. Это реально так и было. Я не готовилась. Вот просто мне захотелось. Я не знаю почему, я почувствовала что-то такое. И это видео сразу же залетело на полмиллиона. Именно это видео. У меня так тоже обычно приходят внезапные идеи, главное их записывать. Дальше. Лолита, твой вопрос. Екатерина, опишите свой обычный день. Если мой день начинается в 5 утра, в последнее время я практикую подъем в 5 утра, то это самый идеальный день, который только у меня может быть. Я встаю, завтракаю, занимаюсь спортом, после чего медитирую, а дальше планирую свой день. Либо это какие-то съемки, либо я хожу снимать пранки, либо у меня вокал, либо у меня учеба, либо у меня английский, либо я преподаю английский. Короче, день у меня максимально, так сказать, завален, но в конце рабочего дня я себя чувствую очень-очень отдохнувшей. В том-то и дело. Я когда работаю, я отдыхаю, потому что я работаю в любимом месте. Это тикток, это английский, это йога-дом, где я преподаю английский и прочее. То есть я прихожу после работы отдохнувшая. Ого. Спасибо. Следующий вопрос. Денис. Екатерина, скажите, чтобы стать известным блогером, нужны какие-то умения или навыки? Умения и навыки, конечно. Если ты хочешь набрать популярность в каком-то деле, неважно, творчество это, либо что-нибудь еще, у тебя должны быть умения, потому что ты что-то должен показать людям, чтобы это оценили, чтобы это лайкнули, чтобы захотели на тебя подписаться. И у каждого абсолютно свое направление. Как я уже говорила, да, кто-то выбирает творчество, музыку, рисование, танцы, кто-то спорт выбирает. И если людям интересно за тобой наблюдать, то они обязательно на тебя подпишутся, и ты, может быть, даже станешь популярным. Так что обязательно, как по мне, должно быть три пункта. Это умение, навык и, конечно же, упорство, то есть желание, талант и прочее. Спасибо большое. Екатерина, как вы преодолеваете свои страхи? Страхи в моей жизни в последнее время исчезают, потому что я над этим работаю. И каждый раз, когда ко мне приходит в голову страх любой, даже там, я не смогу, у меня не получится, либо туда лучше не идти, потому что там не очень и так далее. То есть я этот страх убираю из своей головы, заменяю его на позитивные утверждения, говорю то, что все будет хорошо, у меня все получится. И каждый раз я начинаю замечать, что в моей голове все меньше и меньше страха. Любую негативную ситуацию, любой страх можно перевернуть иначе, и будет позитив. Поэтому просто все в вашей голове. Абсолютно. Спасибо. Как люди реагируют на то, когда видят себя в вашем тиктоке? Люди реагируют всегда по-разному. Бывает реакция негативная, но ее гораздо меньше, чем позитивная. Но вот 80% людей пишут, что им очень нравятся мои видео, что им нравятся реакции. Почему все подписываются? Потому что интересно наблюдать за разными реакциями. Там, сегодня я подойду к подростку 14-летнему, завтра я подойду к мужчине, которому уже за 40. И всегда интересно наблюдать за реакцией. Кто как знает английский, кто как реагирует. И поэтому людям нравится. Но опять же, я не несу никакой плохой замысел в моих роликах. У меня всегда один позитив. Я подойду на английском, скажу, с хорошего вам дня. Либо подойду, спрошу, как пройти на остановку. То есть нет такого, что я обзываю или бью кого-то. Поэтому всегда, ну чаще всего, позитивные реакции людям нравятся. Так что все клево. Спасибо. Дальше. Полина. Сколько времени нужно потратить, чтобы хорошо выучить английский язык и разговаривать на вашем уровне? Я учу английский со второго класса и до сих пор продолжаю его учить в университете. У меня два языка – французский и английский. И, как по мне, чтобы выучить английский, нужно учить его всю жизнь. Потому что все равно вы его не выучите, так как его невозможно выучить. Всегда какие-то новые правила, какие-то новые слова добавляются и прочее. То есть, как по мне, любой язык нужно учить пожизненно. То есть, если ты забрасываешь его на какой-то период времени, то ты начинаешь замечать, что ты что-то начинаешь забывать. Поэтому, если вы хотите знать английский на свободном разговорном уровне, то просто нужно каждый день учить новые слова, слушать музыку на иностранном языке, может быть, смотреть фильмы с субтитрами. То есть, каждый день вы должны развиваться в этом направлении. Не обязательно заставлять себя, это должно быть в кайф. Ну, как по мне, тогда у вас будет английский на свободном уровне. И даже не забывайте, да, не забывайте общаться с иностранцами хотя бы в интернете. Пытайтесь как-то разговаривать, пробовать, общаться. Либо, если вы поедете куда-нибудь в дальнейшем за границу, всегда находите возможность, если вы чуть-чуть знаете английский, поговорить с кем-то на английском. Потому что это огромная практика. Чем больше вы говорите на языке, тем лучше вы его будете знать. Следующий вопрос. Элина. Был ли у тебя такой момент, когда подписчики набирались очень быстро? И как ты себя в этот момент чувствовала? Ну, у меня, честно, все по-разному. Я иногда не ожидаю, резко прибавляется 50 тысяч за два дня. А иногда жду, 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 а они прям, ну, медленно растут. Ну, на самом деле, главное этого не ждать. Ну, какая разница, сколько по времени, да? Главное, что это люди, которые хотят на тебя подписаться, что они настоящие, им это интересно, и это твои подписчики. Вот. И неважно, сколько они будут подписываться на тебя по времени. Спасибо. Лолита. Кто ваш образец для подражания в ТикТоке и есть ли он вообще? Я не приветствую, когда люди создают себе кумиров, потому что, как по мне, каждый человек уникален, и у каждого есть свои таланты абсолютно. Вы можете даже о них и не знать. И подражать кому-то зачем? Вы можете реализовывать себя, и в дальнейшем вам и не захочется кому-то подражать, потому что вы будете максимально любить себя по-настоящему, максимально продвигать себя в разных направлениях. И, как по мне, это бессмысленно кому-то подражать. Вот. Вы уникальны. Спасибо. А мы провели опрос с помощью специального приложения и узнали, на каких ТикТокеров подписаны наши сверстники. Екатерина, а на каких ТикТокеров подписаны вы? Я даже не вспомню, на кого я конкретно подписана, но у меня их немного, этих подписок. Я больше листаю рекомендации и смотрю на новых, так сказать, звездочек, которые пытаются стать популярными. Вот. Это интереснее. Вика, спасибо. Вопрос. Ты говорила, что люди чаще всего реагируют позитивно на твои пранки. А встречалась ли ты с агрессией? Конечно. Ну, я до сих пор с ней встречаюсь каждый день. Были такие люди, которые прям выкладывали на меня... Как это называется в ТикТоке? Дуэты? Типа, не снимай вообще. Что-то прикапываешься к людям. И зачем ты их вообще трогаешь, что они на работе. Я всегда отвечаю так. Ребят, давайте представим, что если действительно иностранница, кажется, в России, вот в Краснодаре, и он захочет зайти в магазин и купить жвачку. Но он не знает русского. И у него нет телефона с переводчиком. Либо у него какая-то важная, неотложная ситуация, и ему нужно зайти в аптеку что-то себе купить. Но у него нет переводчика, и он не может сказать это на русском. Но как вот люди будут реагировать? И мне всегда это интересно, потому что действительно, окажись любой иностранец в такой ситуации, кто-то отреагирует отлично, нормально, попытается помочь, достанет свой телефон, найдет переводчик и прочее. А кто-то скажет, я не знаю английского, до свидания. А если у человека что-то серьезное, ему что-то нужно купить и прочее. Поэтому, так по мне, если люди работают в определенных местах, это общественное место, к вам может зайти абсолютно любой человек. И вы должны быть готовы к этому. Я никогда, повторюсь, не обзывала никого, не провоцировала никого. Я просто прихожу и говорю свои уже фразы, которые я всегда говорю, там, я хочу купить это, это, это. А как люди реагируют и как они выкручиваются, это уже, конечно, интересно. Екатерина, к сожалению, время пролетело незаметно, и у нас осталось его совсем немного. Напоследок проведем короткий блиц. Закончите фразу. Мое любимое английское слово это... Pupils. Мне по-настоящему нужна помощь, когда я... Когда я в ней нуждаюсь. Самый странный тренд ТикТока, по моему мнению, это... Вот это вот. Вот это вот, я не знаю, как это называть, ну, короче. Я люблю Краснодар за... За тепло. Я чувствовала себя у вас. Очень уютно. Спасибо вам, Екатерина, за то, что были сегодня с нами. По глазам ребят видно, что они остались в восторге. Друзья, помните, нет ничего невозможного, и что каждая ваша мечта может стать реальностью. Хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока. Екатерина рассказала нам очень много всего интересного про ее работу. Я сама сейчас активно продвигаюсь в ТикТоке, и теперь у меня есть несколько новых фишек. Екатерина через такой легкий жанр, как пранк, призывает молодежь учить английский язык. Я считаю, что это очень правильно, и в наше время это очень полезный навык. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин, burns,